Приветствую всех на канале Гильтек. Сегодня мы поговорим о том, как подобрать самые необходимые средства в уход, ориентируясь на тип кожи. Для жирного типа кожи, а также для комбинированного типа, когда у нас жирная Т-зона, а другие участки могут быть или сухими или нормальными, характерна повышенная активность сальных желез. Поэтому влагу такая кожа, как правило, удерживает чуть лучше, но, однако, может тоже быть вполне себе обезвоженной, тем более, что жирная кожа и комбинированная чаще имеют какие-то воспалительные проблемы и вообще, имея склонность к закупориванию пор или к жирному блеску, люди стремятся ее более тщательно очищать, зачастую обезжиривая ее больше необходимого минимума. Поэтому кожа жирная может быть и обезвоженной, поэтому в универсальный такой уход можем какие-то интенсивно улажняющие средства брать, но, как правило, жирная кожа нуждается тоже в мягком очищении, в каких-то тониках, которые могут содержать в данном случае уже не влагоудерживающие, а сибрегулирующие компоненты, но при этом, чтобы они не пересушивали кожу, то есть не содержали спирт, например, на постоянной основе. Не стоит использовать также кислотные тоники, которые популярны для обладателей жирной комбинированной кожи, но несколько раз в неделю, например, или какими-то курсами их можно применять. Также нуждается, например, в дневной защите такая кожа. Здесь мы можем подобрать, например, какие-то более легкие текстуры гелевые, либо текстуру легкой эмульсии. Также нуждается в защите от солнца, от агрессии внешней среды. Вечером такая кожа, например, не нуждается в креме зачастую, иногда зона вокруг глаз, являясь более сухой, у обладателей жирной комбинированной кожи может требовать нанесения чего-то дополнительного на эту зону, при этом все остальное лицо вполне будет обходиться сывороткой или гелем. Попробуем подобрать такой вариант. Возьмем в качестве средства для ежедневного очищения на регулярной основе, либо мусс с алоэ вера, он тоже мягкий, он не содержит лауреал сульфата и будет комфортен для любого типа кожи, в том числе и жирного. Также для жирной кожи, естественно, подойдет и очищающий гель, тут уже можно ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. В базовый уход для жирной или комбинированной типа кожи нам нужен тоник, который будет желательно содержать какие-то себе регулирующие компоненты. Поэтому два варианта для такого типа кожи – это тоник для жирной проблемной кожи и освежающий тоник с ахакислотами. Тоник для жирной можно использовать ежедневно на регулярной основе хоть два раза в день, а тоник с ахакислотами, как правило, используется, во-первых, чаще всего в осенне-зимний период, но это необязательно. И важный такой момент, что постоянно использовать ахакислоты тоже нежелательно. Можем использовать либо несколько раз в неделю, там от одного до трех, либо можем использовать подряд курсом, если мы хотим, например, какие-то отбеливающие средства усилить, да, их действие. Можем использовать, например, три месяца почти ежедневно и потом сделать уже перерыв в использовании ахакислоты. Поэтому вот это у нас будет комплекс для очищения, и дальше мы основные базовые средства будем подбирать. Для жирной или комбинированной кожи, на которой нет воспалений, нам можно обойтись любым гелем, который будет увлажнять, который будет иметь какие-то минимальный набор уходовых компонентов, которые помогут нам противостоять агрессии внешней среды, то есть антиполюшен. И в данном случае, например, мы можем взять гель увлажняющий плюс, использовать его как основное уходовое средство. Если же нам нужна защита от солнца, хотя бы минимальная, то прекрасным вариантом будет вместо геля на день использовать крем с текстурой легкой эмульсии для комбинированной кожи с SP15. Он очень легкий, нежный, очень мало масляной основы, практически почти гель, но все-таки это крем. Поэтому этого будет вполне достаточно для такого типа кожи для того, чтобы утром свою рутину завершить какой-то такой легкой эмульсией. А вечером уже вечером мы можем использовать что-то либо более интенсивное, которое будет решать какие-то проблемы, либо можем использовать какие-то противоспалительные сыворотки, или, допустим, сыворотки с кислотами, или, допустим, какие-то антивозрастные, с пептидами, или с ретинолом. Но если у нас нет каких-то проблем определенных, то, в принципе, на ночь нам достаточно геля, например, гель увлажняющий плюс, либо, например, гель для жирной кожи, или, может быть, даже если есть склонность к воспалениям, гель демотен можно использовать на ночь. И, в принципе, если более сухая кожа вокруг глаз, то можем добавить, например, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга для зоны вокруг глаз. Это вот такой базовый, самый необходимый набор. Еще к необходимым средствам для жирной и комбинированной кожи я бы отнесла энзимную пектинную маску, которую мы будем использовать 1-2 раза в неделю. Она такому типу кожи всегда нужна, так как жирный комбинированный тип кожи склонен к закупориванию пор. Вот такие варианты базового, то есть самого необходимого ухода я хотела разобрать, ориентируясь на типы кожи по интенсивности себепродукции. А в следующем видео мы попробуем разобрать, как нам сформировать уход в зависимости от состояния кожи, то есть от проблем, которые могут быть. Воспаление, пигментация, купероз и так далее. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас есть какие-то наблюдения и вы хотите поделиться опытом, как вы подбираете рутинные средства для ежедневного ухода в зависимости от вашего типа кожи, или, может быть, вы когда-то ошиблись в этом, а потом обнаружили, что все совсем по-другому, то буду очень признательна, если вы в комментариях поделитесь этой информацией со всеми нашими подписчиками. Ставьте лайки или дизлайки, нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о наших новых видео и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok